Здравствуйте всем! А вот сейчас моя помидорная эпопея. Перед вами кост помидора яблонь-караси. Вот так я его сформировала, чтобы был невысоким. Здесь маленькая тепличка на улице. Скажите, что с листвой? А вот что с листвой. Вся обсыпана пеплом, потому что появились вот такие мошки. Тлю их не назовешь. Это маленькая черная тельца с прозрачными-прозрачными крылышками. Опрыскивала и настоем перца. Опрыскивала с нашатырным спиртом. Ничего их не берет. Ну вот что, снова взялась за старый метод пепел. Сейчас приготовлены настой чистотела. Вечером попробуем еще и им пройтись. Итак, первые выводы. Когда появилась эта мошка? Эта мошка появилась с первыми жаркими, палящими лучами солнца. То есть, делаем выводы. Помидоры должны быть под укрытием. Под укрытием. Они цветут, активно цветут. Завязываются помидорки. Ну вот это первое, что. Не допускайте мою ошибку. Учтите. Старайтесь, чтобы помидоры были под укрытием. Или как только увидели первую, первую, первую мошку, тщательно обсыпайте пеплом. Ну вот так получилось. Пепла не было в этот момент. Химии не хотелось применять. А мошка разгулялась. Хочу снять, показать ее. И не получается. Она не под листочками. Она на листочках. На листочке и стебле. Вот такая беда на моих помидорках. Это низкорослые все помидоры. В открытом грунте. Так что, учтите, не допускайте таких ошибок. Как только увидели, сразу спасает пепель. В прошлом году это было. Вот как только первые дни жары, сразу тот, как тот мошка. Дальше. У тех, у кого под укрытием, под укрытой сеткой, этой проблемы нет. У всех моих знакомых, у кого без укрытия, да, у всех до единой вот такие мошки поселились. До встречи. Буду смотреть и передавать вам, рассказывать дальше.